Такое у меня вообще впервые просто, впервые в истории моего канала произошел такой казус. В общем, этот кусок, который я снимаю прямо сейчас, я переснимаю вообще в другой день абсолютно, потому что именно он не записался. Поэтому через некоторое время, девочки, не пугайтесь, не удивляйтесь, что вы увидите некоторую склейку, точнее даже не склейку, а просто что-то поменяется на фоне, потому что это будет совершенно другой день, с другим ракурсом. Я снимаю на студии, разумеется, здесь периодически все меняется. Это видео уже было снято, но я пришла домой, увидела, что с самого начала первый файл просто сломан, его нельзя восстановить. Поэтому на следующий день я приехала сюда снова и прямо сейчас я записываю для вас вступление. Вот. Мне кажется, это надо было сказать, потому что вы увидите некую несостыковочку по кадрам. Ну все, можно начинать. Привет, красотка! И сегодня у нас максимально разговорное видео. Я хочу просто с вами поболтать, рассказать о том, что происходит у меня в жизни. Именно не в формате вопрос-ответ, когда вы задаете свои вопросы, а когда я просто сама делюсь своими новостями. Я абсолютно без сценария буквально сделала себе несколько заметок, пометок, какие темы, какие вопросы упомянуть. А также помимо всего этого мы с вами будем сегодня наносить уход, а затем макияж. Не знаю, какой макияж, пусть это придет в процессе. Запасайтесь водичкой, потому что мы будем долго болтать. Может быть, в процессе видео вы тоже захотите нанести макияж. Кстати, напишите мне обязательно в комментариях, как вы смотрите такие вот разговорные видео. Может быть, вы их любите ставить на фон и заниматься какими-то своими делами. А может быть, вам интересно все, что происходит на экране, и вы смотрите их, не отвлекаясь. А я тем временем очистила лицо, потому что сейчас мы будем наносить масочку. Я, кстати, очень давно не наносила маски вот такие тканевые. Почему? Я не знаю. Раньше я прям раза два в неделю делала маски. А, кстати, девочки, в сегодняшнем видео очень важная информация. Я разыграю то, чего еще никогда не разыгрывала. Вот просто так в формате видео, буквально там за несколько условий. А условия, как всегда, очень простые, вы знаете. Я разыграю щеточку Foreo Luna Mini 3. Вот такой у нас сегодня будет подарок в честь завершения лета. Ой, маска знаете, чем пахнет? Ананасом. Она из Таиланда. Я до сих пор разгребаю свой запас из Таиланда масок. Я не скажу, что они чем-то прямо особенные. Просто я решила, будучи в Таиланде, скупить местных масок. Штук 50, по-моему. 50. 50. Кстати, у меня до сих пор дома стоит тот холодильничек для масок. И для всяких ухаживающих штук, которые лучше хранить в холоде. Денис мне сказал, что он простоит не дольше месяца у нас. Ну, нет. Я до сих пор им пользуюсь, и это очень удобно. Он охлаждает всякие вот такие масочки. Хотя, конечно, можно использовать обычный холодильник ваш. Не обязательно покупать мини. Это просто была рассылка и такой вот приятный комплимент. Написано, что ее нужно держать 15-20 минут, но мы с вами сегодня по ускоренному будем действовать. Иначе я все видео просижу в маске. Кстати, насчет конкурса. Смотрите видео до конца. Там, как всегда, условия. А первая тема, которую я хочу задеть, это самая спрашиваемая сейчас тема насчет моей учебы. У меня слишком маленькое отверстие для губ. Мои губы не помещаются. Я наношу вот такой бальзам. Он вообще не кончается, я не знаю, сколько уже лет. Может, два года он у меня. Я беру такую микроскопическую штучку. И хватает на все губы, и хватает на кутику, и хватает на локоток. И, ну, здесь больше половины, 100% еще. Так вот, про мою учебу. Учусь я сейчас на нутрициолога. Много вопросов, как я это делаю в период пандемии. Причем я начала учиться в период пандемии как раз таки. Все очень просто, девочки. Это онлайн-обучение. То есть мне присылают лекции раз в неделю, сразу же на всю неделю. Я сама с ними, когда мне удобно, знакомлюсь, сама их смотрю. Прохожу тест для самоконтроля раз в неделю. А потом будет большой, огромный тест уже по всем знаниям. Нутрициология вообще, я так говорю, может, кто-то даже не знает, что это такое. Нутрициолог это специалист по питанию. То есть человек, который знает все о питании и о связи питания и здоровья напрямую. Но мне еще очень нравится, что там, где я обучаюсь, такой интегративный подход. То есть там не просто, вот мы выучили белки, жиры, углеводы. Вот мы выучили анатомию человека. И на этом все. Нет, у нас такой глобальный интегративный подход, что называется. Это когда, знаете, что-то только что улетело с крыши вниз. Может, это, конечно, птица. Выглядело так, как будто падает человек, знаете, с крыши. Ну, я надеюсь, что нет. Что означает интегративный подход? Пример. Приходишь ты к врачу, у тебя болит селезенка. Не знаю, у тебя болит живот, вы определили, что у тебя селезенка по анализам не в норме. И вот доктор начинает лечить только селезенку. То есть все его действия направлены на то, чтобы сейчас тебе селезенкой помочь. Это не совсем правильный подход, потому что в нашем организме ничего вот так вот локально не воспаляется. То есть не может быть так, что у тебя здесь все в идеале, печень в норме, кровь в норме, моча в норме, извините. Но именно селезенка вот с ней проблемы. Именно вот она не справляется. Нет, потому что все в нашем организме взаимосвязано. Если где-то есть проблема, значит, где-то она еще откликается. И нужен как бы такой вот превентивный и интегративный подход. Когда с разных сторон, мне очень нравится говорить умные вещи с белым лицом. Когда с разных сторон рассматривается проблема, рассматривается ситуация. И нас как раз этому учат, тому, чтобы мы с клиентами будущими, хотя я не буду, наверное, иметь клиентов, но то есть я не для этого учусь. Нутрициологам, конечно, становится для того, чтобы потом не лечить людей, нет, не путайте с врачом, а именно помогать, да, с помощью питания и образа жизни приходить к здоровому состоянию. Так вот, нас учат именно с разных сфер подходить с разных сторон, подходить к проблеме. Мы затрагиваем очень глубоко Аюрведу, даже, то есть это восточная, древнейшая наука о здоровье, и не только о здоровье, а вообще о жизни в целом. Также мы узнаем о самых новейших исследованиях, о самых новейших открытиях вот 2020 года. То есть мне очень нравится, что мы со всех сторон смотрим. И это очень-очень-очень отличается от той учебы, которая у меня была, например, в университете, когда мы учились по книжкам, которые написали в 60-х годах. И уже сейчас все по-другому, но мы до сих пор учим ту информацию, потому что просто вот такой план обучения. Это, конечно, печально. Потом ты приходишь на работу там или куда-нибудь, где тебе нужно использовать эти знания, тебе говорят, забудь все, что ты учил там. В общем, полезла я в нутрициологию просто для себя, для своей семьи, для того, чтобы разбираться в вопросах, которые мне интересны, а мне очень интересны вопросы питания. Прям вот, не знаю, очень я загорелась этим именно в 2020 году. И, кстати, спасибо пандемии за это, потому что именно в период карантина я начала очень много готовить и очень много на эту тему книг читать. Не на тему готовки, а на тему именно питания. Наношу вот такую сыворотку от Клиник. Она такая роликовая. Здесь шарик такой холодненький, кстати. Приятно очень для области вокруг глаз. Кстати, где-то вот здесь сейчас произойдет склейка, потому что этот файл именно был утерян, где я рассказывала про нутрициологию, где я делала маску. И вот сейчас будет склейка, и там я снимаю маску и задеваю уже другие темы. Маска у меня уже почти вся впиталась. Я уберу остатки тоником. Многоразовый диск, вот так он выглядит. Я в прошлом видео, по-моему, вам показывала уже. Такая тряпочка, знаете, больше, чем обычный одноразовый ватный диск. Конечно, особенность его в том, что просто нужно стирать после использования. Достаточно с обычным мылом сушить, да и все. Кстати, у меня такая радость, если вы можете сейчас заметить, у меня абсолютно чистый лоб, абсолютно чистый подбородок. А это были мои самые главные проблемные зоны, наверное, с класса 9-го, 10-го. Явно прям каких-то проблем не было, типа угрей или больших прыщей. Но было много черных точек, которыми я занималась у косметолога. То есть мы каждый раз мне убирали, и каждый раз через месяц они опять появлялись. Мне косметолог так и сказала, что мы, конечно, убираем механически, но причина где-то внутри. То есть это либо гормональная, гормоны у меня в норме, либо питание. И акцент был здесь на молочку, что часто очень на молочке, точнее, когда человек ест молочку, вот такие вот мелкие высыпания, как у меня были. И вот представляете, с момента, ровно с момента, когда я отказалась от молочки, это был март вот этого года, 2020-го. Ну, может быть, спустя недели 2-3 у меня абсолютно сами, то есть я уже даже к косметологу не ходила, там уже пандемия началась, все. У меня просто сами ушли эти черные точки. Но действительно, раньше я молочки прям много ела. Самое, наверное, основное это было кофе, потому что, представляете, целый стакан молока, и каждый день, может быть, даже я не по разу выпивала кофе. Ну и, конечно, когда в момент этого не стало, видимо, организм мой самоочистился, не знаю. Но на самом деле во многих еще проявлениях я чувствую более легкое какое-то состояние, более легкое ощущение. Это я, кстати, нанесла пока что праймер. Праймер... Упал. Праймер от Neocare. Он у нас, кстати, будет в составе следующего бьюти-бокса. Это отдельная следующая тема, о которой я сегодня поговорю. Очень он мне нравится. Никакого липкого слоя. Сразу кожа такая выровненная. И наношу следующим шагом MAC Face & Body Foundation. Такое легкое покрытие. Еще есть таких интересных моментов про питание. Сначала закончу, потом перейду к боксу. То, что как только я ввела в свой ежедневный рацион много бобовых и цельнозерновых, у меня исчезли сами по себе вот эти вот ненужные перекусы, которые, знаете, спустя там час-полтора после приема пищи ты почему-то опять хочешь есть. Раньше у меня была как норма жизни прием пищи, например, там обед, и спустя часа-полтора я что-нибудь еще перекусываю. То есть я уже была голодной. Меня та пища не насыщала. И вот сейчас, так как я стала есть больше бобовых, больше цельнозерновых, а это сложные углеводы, они долго расщепляются, у меня ощущение сытости, ну, часа четыре есть спокойно. И просто я внезапно заметила, что я больше не пью, например, лишний раз чай с финиками. Мне просто не хочется делать какие-то еще перекусы, потому что я, в принципе, сыта. Я не стремилась к этому, я не убирала ничего специально, не ограничивала. Просто как-то так само произошло, и меня это радует, потому что это отсутствие лишней нагрузки на ЖКТ. Это, опять же, отсутствие лишних, ненужных тебе калорий. Хотя калорий я не считаю, конечно. Фиксирую рассыпчатой пудрой свой тон, чтобы не блестеть перед вами. Как блин на сковородке, да, так говорят? Но блин на сковородке же не блестит. Как масло на сковородке, наверное, да? Какая-то есть такая метафора. Итак, новости про мой бокс. Бокс будет буквально, я не знаю, наверное, это видео выйдет, и через неделю будет запуск бокса. В состав, как всегда, входят мои любимчики, которыми я пользуюсь сама, которые я лично обожаю и которыми я могу поделиться с вами. Пока что открывать карты, конечно, рановато, но я прям очень довольна составом. Я максимально стараюсь, чтобы в составах, помимо уходовой и декоративной косметики, было определенно, было что-то еще. То есть, несмотря на то, что это бьюти-бокс, я туда прям вот пытаюсь, всеми силами пытаюсь добавить что-то из ухода за зубами, потому что это важная очень часть. Я понимаю, что пока что люди не все понимают, насколько все-таки это важно. Далеко не все пользуются зубной нитью. Понимаете намек? Также, конечно же, будут полезные вкусняшки. Куда без них? И еще, что из супер-нового, наверное, в составе, это будет канцелярия. Причем очень такая необычная, так что ждите, ждите. Я тоже очень жду. Это у нас был скульптор от Lamelle, вроде бы. Я пользуюсь вот этими двумя, перемешиваю их между собой. Сразу нанесу румяна, чтобы уже закончить с лицом. Следующая новость. Путешествие. Мы с сентября уезжаем в Геленджик. Уезжаем мы таким составом я, Денис, моя мама и Ева. У нас там будут, наверное, впервые вот такие две недели, которые, знаете, чисто расслабон. Вот у нас такого никогда не было, потому что мы с Денисом, когда путешествуем, мы всегда очень активно проводим это время, так что после отдыха еще нужно отдыхать. Мы никогда не сидим просто у отеля, например, на пляже. Не то, что это плохо, просто мы никогда это не практиковали. Мы всегда куда-то ходили, что-то смотрели, искали сами себе приключения. А в этот раз у нас будет чисто две недели расслабона. Ну, с ребенком, на самом деле, это самый частый, наверное, вариант, когда вы просто гуляете, купаетесь, едите, спите и наслаждаетесь, короче говоря. В сентябре как раз бархатный сезон. Я прям помню, когда я приезжала к бабушке. У меня бабушка живет в Анапе. Когда я маленькая приезжала в Анапу, самый мой любимый период был именно сентябрь, потому что отдыхающие уже уезжают в основном. Цены понижаются и очень много вкусных помидоров, очень много вкусного винограда. Черешня уже нет, но что-то там еще было вкусное, я точно помню. Что море теплое, но в то же время солнце уже не такое дикое, уже не 37 градусов, а 28, например. И я наношу сейчас подводку. Очень давно я не рисовала стрелки, а с вами на видео тем более. И что самое интересное из таких новостей, ну пока что мы еще сами ничего точно не знаем, но после Геленджика мы планируем месяц пожить в Сочи. В Сочи, в Адлере, ну в общем вот в этой вот части. И возможно даже рассмотреть это место на постоянное место жительства. Вот такие новости. Эта идея мне закралась еще год назад, когда мы там побывали с маленькой Евой. Кстати, примерно в это же время мы там были, сентябрь-октябрь. Это, конечно, был просто райский период. Знаете, что у меня происходит? Я нарисовала слишком большую стрелку. Ну ладно, значит будет такая. Я вообще-то хотела маленькие стрелочки, но иногда подводка решает сама, видимо. Что это такое? Почему? Я хотела маленькую стрелочку, почему получилось вот это? Самое интересное, что я даже не взяла с собой мицеллярку. Просто безвыходная ситуация. Может мне удастся стереть ватной палочкой и, внимание, тоником. У меня с собой есть тоник. Хотя бы вот это вот жирное начало. Оп, что-то получается. Ура, девочки! Кажется, мой макияж спасен. То есть, наверное, тоник здесь сыграл просто роль воды, так скажем. Ну то есть, у него же нет ничего такого стирающего в составе. Но просто от того, что, наверное, ватная палочка мокрая, получилось стереть. Ура! Так что мы будем месяц жить в Сочи. Точнее, Сочи-Адлер. И будем пытаться жить там именно как местные. То есть, смотреть на все глазами не приезжего человека, а глазами местного человека. Жилье, вообще, в принципе, инфраструктуру какая там она. Просто после такого достаточно развитого города Екатеринбурга, конечно, не сравнится с Москвой, но тем не менее. Екатеринбург это город-миллионник, большой город. У нас здесь самая лучшая культура кофе. Вот это просто самая большая гордость, наверное. У нас культура кофе действительно развита лучше, чем в Москве, лучше, чем в Санкт-Петербурге, лучше, чем где бы то ни было. Если вы хотите познать вкусный кофе, приезжайте к нам. Конечно, смысл жизни не в кофе, поэтому ничего страшного, если мы немножко потеряем в качестве. Смотрите, как я исправила ситуацию. Все равно она получилась больше, чем я хотела, но ничего, это уже лучше. Меня соблазняет очень вкусная штучка. Это финиковая конфетка. Она состоит из кешью, малины и финика. Это великолепно. Но, к сожалению, сейчас у меня все зубы будут в ней. Ну, как раз я пока нарисую вторую стрелку. Теперь мне не нравится. Вообще, ни левая, ни правая. Но ничего не поделаешь. На самом деле, это мне будет урок на будущее, что нужно брать с собой митиллярку. Пока что я нанесу тушь. С тушью, наверное, система... Какая система? Ситуация будет лучше выглядеть. Наверное, с момента, как Еве стукнул годик, у меня очень много вопросов посыпалось по поводу садика. Хотя, мне кажется, год это настолько еще рано для ребенка. Мне кажется, даже два года еще рано. Я даже не знаю, будем мы отдавать Еву в садик когда-нибудь или нет? Ладно, об этом позже, всему свое время. А пока что я скажу, что с ребенком после года становится значительно легче. Где-то я слышала, что самый сложный период с ребенком это первый год. Я не могу до сих пор сказать, что это было как-то очень сложно. Это просто все по-новому. Это просто по-другому. Но после года ощутимо стало легче в плане бытовом, в плане того, что я уже на 100% Еве все время не нужна. То есть, с ней может, если что, погулять бабушка спокойно. Ее может даже уложить бабушка спать. У меня очень сильной привязки, так скажем, нету к дому. К тому, что я должна быть постоянно с ребеночком. И это, конечно, очень вдохновляет на что-то новое. Потому что, когда ты все равно очень сильно меняешь свой образ жизни. Вот просто под ребенка полностью подстраиваешься. Как бы ты к этому ни был готов. То, что все понимают, что так будет. Но все равно это достаточно тяжело пережить. Потому что оно все меняется. Все меняется. И ты себе на 100% уже вообще далеко не принадлежишь. Да даже на 50% не принадлежишь. Мне, конечно, очень сильно помогает моя мама. Потому что я вот сейчас, например, на студии снимаю. И мама с Евой гуляет. Поэтому пока что насчет садика я вообще ничего не могу сказать. Наверное, будут какие-то развивашки, знаете, там с какого-то возраста. И то, я не знаю, с какого. Вот сейчас Еве 1,3. Скоро совсем будет. Она сейчас коммуницирует очень активно с детьми на площадке. Подходит к трехлетней девочке, давая ее за ручки. И ведет куда-то танцевать или что-то рисовать. Она очень коммуникабельная. Ну, я не знаю, может быть, все в этом возрасте такие коммуникабельные. А потом они, наоборот, более стеснительные становятся. Я не знаю. Я все проживаю впервые, поэтому не с чем пока сравнить. Наверняка мы будем Еву водить в какие-нибудь развивашки. Просто, чтобы она больше общалась там с детишками. А из интересного такого еще осталась тема про мой режим. И про мою огромную радость, что я возобновляю свой режим, когда я просыпалась раньше в 5 утра. Кто-то, может, помнит этот период еще до рождения Евы. Потому что самая большая проблема, так скажем. Не то, что я там не высыпаюсь, или то, что у меня нет сил, чтобы вставать в 5 утра и делать вот свои практики, которым я привыкла, которые мне так заряжают. А то, что когда ты на грудном скармливании... А мы на грудном скармливании. У малыша в период с 4 утра до 7 как раз-таки очень активный сосательный... Не сосательный рефлекс, а желание сосать. Это все неспроста придумано природой, потому что как раз-таки у мамы в этот момент, именно в этот промежуток, самая большая выработка пролактина. Это гормон, который как раз-таки способствует выработке молока. Все взаимосвязано. У мамы как раз много молока вырабатывается в этот момент. И ребенок очень сильно хочет быть на груди. Чуть ли не висеть на груди, можно сказать, потому что часто именно под утро ребенок действительно может прям висеть на груди и спать одновременно. И как бы ты с этим ничего не сделаешь, потому что если ты на грудном скармливании, то это как бы норма считается. То, что ребенок в этот момент ест, это, можно сказать, залог всего молока на день. Я не буду сейчас погружаться в подробности, но просто вот такой вот факт, такой вот момент, что Ева может спокойно без груди спать, например, с момента, когда я ее уложила до 5 утра. Ну, с 5 утра или там с 4 утра ей надо будет чуть ли не висеть на груди или, по крайней мере, много раз кормиться. А это означает, что именно мое вот это время с 5 утра занято. Почему вообще 5 утра? Что это за такое время? На самом деле это действительно прям, не побоюсь этого слова, магическое время. Час перед рассветом. Ну или рассветный час. Я опять начала есть эту конфету. Я обожаю это время, потому что все спит, все спят в прямом смысле. Вот совсем недавно, парочку раз, у меня получалось вставать все-таки в 5 утра. Я ставила видео няню и следила за Евой. Конечно, это все равно не то, когда ты полностью концентрирована на час уходишь, и тебе не нужно в этот момент за кем-то следить, ну, за дочкой. Смотрите, а вот вдруг она сейчас проснется, а мне можно сейчас начинать делать практику йоги? Или я прервусь через 5 минут? Ну, я поняла, что лучше так, чем вообще никак. И парочку раз вставала в 5 утра, но она меня звала обратно в 5.30, потом обратно в 6. Так у меня и не получалось сделать это как-то полноценно. И опять же, когда, например, уже все поднимаются, все встают, ну, допустим, в 7 утра, я могу, конечно, тоже на час отдать маме Еву, но это все равно не те ощущения, когда ты это делаешь, когда все спят. Вот серьезно, это нужно один раз прочувствовать. Особенно меня безумно замотивировала последняя книга, которую я прочитала. Клуб 5 часов утра. Она не только про утро, хотя называется именно так. Она очень крутая, прям я безумно рекомендую. Она прямо кишит практиками, практически полезная, то есть не просто там какие-то вдохновляющие слова, цитаты и так далее, но в то же время она прямо интересная, она написана как история. И вот после чтения этой книги я еще больше замотивировалась как раз посыпаться 5 утра. Но к завершению грудного скармливания мы пока не близимся. Ева достаточно плотно еще на груди. Основная пища у нее это далеко не грудь, но в том плане, что отказывать ей, когда она хочет, я никогда, конечно, не отказываю. И вот это время подутреннее, это вот пока что ее время. Но когда мне получается уделить час себе с утра и позаниматься этими практиками, это прям особенные какие-то дни. Я немножечко добавлю а-ля волосков, карандашных волосков. Также у меня сейчас проходит марафон шагов. Точнее он уже подходит к завершению, потому что я его начала в начале лета и должна закончить в конце лета, набрать миллион шагов за вот эти 92 дня, получается, за все лето. И в принципе, пока у меня вроде все по плану. Подключайтесь ко мне, кстати, в моем инстаграм, еще не поздно присоединиться. Вы можете начать свой марафон в любое время для вас удобное, поставить себе нужную цель. Для кого-то мои 11 тысяч шагов слишком много, например, для начала достаточно поставить цель 8 тысяч шагов. Для того, чтобы набирать свою норму, я добавила в свою почти ежедневную рутину пробежки. Когда-то я просто набираю эту норму за счет прогулок, за счет двух прогулок с Евой. Недавно, кстати, узнала о том, что, оказывается, можно и дома набрать 10 тысяч шагов. Есть даже какая-то тренировка, чуть ли не 30 минут всего лишь. Но там какая-то она очень активная, и можно дома набрать себе вот так шаги. Сейчас, кстати, еще с моим удаленным зубом. Получается, я уже два удалила зуба. И каждый раз после удаления мне неделю нельзя бегать. Так что я немножко утяжелила себе задачу два раза. Это, получается, уже третий марафон шагов. Я прям им безумно благодарна, потому что они в прямом смысле заставляют тебя выходить из зоны комфорта. Когда тебе лень, когда не хочется, когда, вот, например, поездки в Тагил или поездки в деревню у нас вообще равно 2-3 тысячи шагов. Потому что ты приезжаешь туда на машине, там вы сидите, общаетесь, там в домике максимум куда-то выходите ненадолго. И потом обратно точно так же на машине. И вот весь день пройден, а шагов пройдено очень мало. И, конечно, когда у меня норма стоит 11 тысяч, это сразу же меня мотивирует донабрать эту норму шагов в следующий день, например, пробежкой. А если бы не мой марафон шагов, я бы даже об этом не подумала. Я, извините, наливаю водичку. Ну и, собственно, девочки, я закончила свой макияж. Оцените, пожалуйста, как вам он. Мне немножко непривычно, потому что стрелки я действительно очень давно не наносила, не красила, точнее. Я действительно так ходила вот года два назад. Я могла так ходить каждый день. Это был мой ежедневный макияж. Сейчас я смотрю, и мне, конечно, это прямо очень ярко. Скажите, как вам? А, у меня еще губы, кстати, есть. У меня будет вот такая помада в стике от Lamelle. Сейчас я люблю больше что-то такое нюдовое, легкое. Например, взять один вот такой вот стик, один такой продукт, нанести его на щечки в виде румян, нанести его на века в виде теней и нанести на губы в виде помады для губ. Тушь, брови и все. Ну что, мы подходим, наверное, к конкурсу на эту прекрасную малышку. Но условия, кстати, будут неизменны. Нужно быть подписанной на мой инстаграм. Нужно быть подписанной на мой канал. Нужно написать в комментариях, что нового интересного произошло за это лето с вами. И, конечно же, не забыть оставить свой ник инстаграма в комментарии, чтобы мы с тобой связались. Я, на самом деле, чувствую, что участниц в этот раз будет намного больше, чем обычно. Ну, а я вас благодарю за компанию. Спасибо, что собрались со мной. Ну, интересно, куда вот я сейчас собралась. Сейчас, знаете, самое бы то, снимать еще одно видео, потому что я уже с макияжем, с прической готова. На студии сижу, между прочим. Но нет, сегодня другие планы. Увидимся очень скоро и улыбайтесь чаще. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok